В эфире 4 канала 7 дней прибужья. О том, чем жил наш приграничный район на этой неделе, расскажу вам я, Татьяна Лиас. Добрый вечер. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Брестский район ведет активную подготовку к единому дню голосования. Традиционный бал в честь Старого Нового года прошел в усадьбе Немцевичей. Детский конкурс «Прибужские каляды» завершил череду праздничных мероприятий в районе. Шах и мат первенства Брестского района по шахматам состоялось в Знаменке. А теперь обо всем подробнее. А начнем с темы подготовки к главному политическому событию года. 15 февраля в Беларуси состоится единый день голосования. Граждане страны выберут депутатов парламента и местных советов. В Брестском районе подготовка к электоральной кампании началась еще в декабре. Тогда были сформированы районные и окружная избирательные комиссии. Подробности в материале выпуска. Подготовка к выборам – напряженное время для всех, кто организует ход электоральной кампании. Брестский район представлен одним округом по выборам депутатов Национального собрания Беларуси – двумя в областной совет депутатов. Также здесь имеется 28 округов района и 76 в сельские советы депутатов. Еще в декабре в Брестском районе начали работать многочисленные инициативные группы по сбору подписей. Только в районный совет депутатов собирало 40 инициативных групп подписей. В сельский совет депутатов 86 инициативных групп собирали подписи за выдвижение кандидатов в депутаты. До 15 января инициативные группы, которые были зарегистрированы, собирали подписи за выдвижение кандидатов и подавали документы в районную и окружную избирательную комиссию. И у нас еще было сформировано 11 сельских избирательных комиссий. От Брестского района два человека подали документы в кандидаты в депутаты Национального собрания Белоруссии, шесть в областной совет депутатов, 56 в районный и 152 в сельские советы. Прошедшие проверку документов будут зарегистрированы до 30 января, а уже с 31 у них начнется агитация, которая продлится до 24 февраля. В этот период кандидаты в депутаты будут иметь возможность встречаться с населением в местах, определенных районным исполнительным комитетом. Особенность этих выборов в том, что выбирается много депутатов различных уровней и нашим сельским жителям придется 25 февраля, когда они придут на избирательные участки, получить 4 бюллетени. Один бюллетень за сельского кандидата в депутаты, один за районного кандидата в депутаты, один за областного и один за депутатов Национального собрания. Для тех, кто не сможет прийти на избирательный участок 25 февраля, предусмотрено досрочное голосование, которое начнется с 20 и продлится по 24 февраля. Людмила Логодич, Юлия Слюк, Станислав Линик, 7 дней прибужья. Классических танцев и салонных игр, так и новички. Эти стены помнят шорох женских бальных нарядов и блеск и палетов несколько столетий назад. Сегодня бал в усадьбе Немцевичей не теряет своей актуальности и Старый Новый год не исключение. Трижды в год историко-мемориальный музей усадьбы Немцевичей в Скоках становится местом проведения современных балов. В работе над подготовкой каждого из них учитывается классическая структура данного мероприятия, принятая в Советском обществе несколько столетий назад, и количество участников, которых может принять усадьба. В 2024 год мы открываем циклом балов в усадьбе Немцевичей. Это Старый Новогодний бал, и он уже 26 по счету в стенах этого музея. Рождественский бал или Старый Новогодний бал, он называется в зависимости от того, в какую дату он у нас выпадает. Это бал, который пользуется самой большой популярностью, потому что это какая-то сказочность в стенах этой усадьбы. Тем более в этом году еще выпал снег, очень красивый парк. Можно выйти на балкон и полюбоваться вот этой атмосферой и сказкой, которая здесь царит в эту ночь. Традиционный бал в скоках начинается с торжественного полонеза, в котором пары проходят по залам усадьбы и наполняют ее атмосферой праздника и танца. Для удобства участников у каждого прибужского танцевального вечера есть распорядители, которые объясняют правила и обучают неизвестным танцам. Я не могу сказать. Просто хочется сюда и все. Но место здесь, конечно, прекрасное. Танцевать в музее больше. У нас такой бал проводится только, по-моему, в Мирском замке, в Косовском. Не здесь, в скоках. Не боюсь, как бы, вот этой такой бальной танцевальной атмосферы. Я в курсе. Второй раз мы здесь. Получаем огромное удовольствие от этой атмосферы чудесной, сказочной, волшебной, предновогодней, как сегодня. И да, действительно, я поддерживаю мою любимую жену в ее стремлении учиться танцам. Бранль, вальс, мазурка, педиспань, сертаки, фандола. В списке танцев трех отделений староновогоднего бала в скоках – внушительный перечень известных и неизвестных хореографических миниатюр. Их дополняли салонные игры, калятки, песни и театральная постановка по сказке «12 месяцев». Праздник в канун наступления старого Нового года в усадьбе Немцевичей раскрылся по законам искусства и волшебства, которое без сомнения получит продолжение в будущем. Татьяна Стасек, Владимир Казаков, 7 дней, Прибужье. А завершил череду праздничных мероприятий в Брестском районе открытый региональный детский конкурс «Прибужские каляды». Галоконцерт номеров художественной самодеятельности и выставка художественных работ учащихся школ искусств состоялись в районном Доме культуры. Побывали на праздники и наши корреспонденты. Каляды – древний славянский праздник, который на протяжении веков занимал одно из ведущих мест среди народных обрядов и праздновался с Рождества до Крещения Господня. Красочная традиция не забыта и сегодня. Без малого 10 лет она собирает талантливую детвору, чтобы дать ей возможность проявить свои способности в рамках фольклорного праздника «Прибужские каляды». Зародившись как фестиваль районный, сегодня она объединяет юные дарования со всей Брещины. Когда мы его начинали в 2017 году, это были в основном детские школы искусств Брестского района. Сегодня этот конкурс стал уже межрегиональным. Шесть районов из шести районов области, 14 детских школ искусств приняли участие в конкурсе. Инициатива местных органов власти, поддержанная общественными объединениями, год от года находит не только новое творческое воплощение, но и приумножает участников. Сегодня «Прибужские каляды» – творческий фест, не требующий рекламы. «Информация о нем распространяется самостоятельно, без каких-либо усилий. И мы сегодня будем смотреть лучших исполнителей не только Брестского района, но и других районов области. Конечно же, мы ставим целью перед собой поддержать одаренных детей. Детей из детских школ искусств, которые проявляют свои таланты, которые в будущем будут прославлять Брестский район и уже Брестскую область». Важная составляющая в развитии талантов, будущих успехов и достижениях одаренных ребят – их педагоги, которые не только учат профессиональному мастерству, но и прививают главные человеческие качества, любовь к своей стране и традициям белорусского народа. Доброта, она и есть в творчестве. Как можно работать со злостью и с какой-то другой негативной эмоцией, когда не доброты? Наверное, мы всегда с душой идем по этому пути. «Мы нашу культуру не забываем, мы нашу культуру любим, мы нашу культуру ценим. И до зрителя мы хотим донести и оставить в их сердцах, что белорусская культура имеет большое значение в нашей стране». В свою очередь, юный творческий потенциал первого региона, участвующий в конкурсе «Прибургские коляды», подтверждает – растет достойная смена. Не только талантливая, но и искренняя, честная и очень добрая. «Свои идеи для картин я беру из своих воспоминаний. Например, свою картину я нарисовала по своим воспоминаниям, когда я ходила вместе со своей семьей по зимнему городу. Мне очень нравилось ходить, наблюдать за красивым, наряженным городом». «Чего пожелаешь себе и своему коллективу?» «Ну, удачи, чтобы первое место заняли». «А остальным ребятам? Ведь конкурсы – это всегда соревнования». «Ну, им тоже удачи там». Конкурсная программа восьмого фольклорного праздника «Прибургские коляды» получилась яркой, разнообразной и на высоком профессиональном уровне. Наталья Луговкина, Александр Севицкий. «Семь дней прибужья». Первенство Брестского района по шахматам в программе 78-й районной спартакиады прошло в знаменке. Цель турнира – популяризация среди учащихся этого древнего интеллектуального вида спорта и формирование сборной команды «Прибужья» для участия в областной спартакиаде. О накале спортивной борьбы и победителях расскажут наши корреспонденты. Уже стала доброй традицией после зимних школьных каникул «Прибужья» вместе с началом новой четверти проводить и районный турнир по шахматам и шашкам. И эти виды интеллектуального спорта чередуются между собой. В этом году – шахматы. На турнир приехали лучшие шахматисты из девяти школ Брестского района. Всего 46 человек. На базе нашей школы, как и других, работают объединения по интересам, которые посещают дети. Это помогает им не только в учебе, но, я думаю, в других жизненных ситуациях шахматы развивают мыслительные процессы. И спорт, и интеллектуальное развитие. В этой древней игре заложены сразу несколько смыслов. Еще больше тайн и неожиданностей. И учиться решать шахматные задачи, выстраивать стратегию тактику борьбы на 64 клетках доски можно всю жизнь, постепенно постигая тайны и совершенствуясь. Шахматы – это такая игра, которая приучает к дисциплине, к логической мысли учащихся. В жизни они очень помогают от налогов и помышлений. Ребята самых разных возрастов принимают участие в этом турнире. Для многих из них просто увлечение становится уже гораздо чем-то большим. И они уверены, что шахматы останутся с ними на долгие годы и во взрослой жизни. У нас в школе открыли кружок. Мне стало интересно, как играть. Надо логически мыслить, все видеть, замечать, каждую деталь, каждую мелочь. Мне нравится играть в шахматы, потому что тут нужно придумывать стратегии, следить за фигурами, побеждать соперника. По итогам напряженной борьбы первое место среди средних школ Брестского района у юных шахматистов из Тельм-1. Второе – Лыщиц. Третье заняли учащиеся Клейниковской школы. Среди базовых школ победителями вышли участники турнира из Ясковичей. Вторыми стали школьники из Приборова. Юрий Печер, Станислав Линник. Семь дней прибужья. На этом наш выпуск завершен. Приятного вам вечера и плодотворной предстоящей недели. Смотрите «Семь дней прибужья» в следующее воскресенье в 18.00 на телеканале «Беларусь-4 Брест». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова